Вы говорили о суверенном кредите. О суверенном кроме того может означать, что он не является предметом разбирательства, допустим, международных судов. Он, допустим, не подпадает по какие-то многосторонние соглашения, да? А следовательно, решать все вопросы, связанные с этим кредитом, стороны будут исключительно напрямую друг с другом. Это очень интересно, правда? Российская Федерация и Республика Малышевна? Да, мы уже пробовали это сто раз. Мы сто раз это всегда пробовали, понимаете? В данном конкретном случае, вот к моему огромному сожалению, я очень люблю президентов страны, которые уважают себя и уважают свою страну. Лукашенко. Конечно же, у него очень тесные взаимоотношения с Россией. Вы вот лично слышали, чтобы Лукашенко говорил «нет» Российской Федерации? Да. Сто раз. Лукашенко просто выходит и говорит «нет, потому что для моей страны это невыгодно». «нет», потому что для моей страны это неприемлемо, потому что это не отвечает национальным интересам моей страны. Вы когда-нибудь слышали, чтобы президент Дадон говорил «нет» в отношениях с Российской Федерацией? Это в целом не прописано. Этого вообще не было ни одного раза. У меня вообще возникает впечатление, что президент Дадон… Это встреча, которую мы не знаем. Мы же не можем все узнать. Конечно, о каких-то закрытых разговорах, о которых, опять же, не знает общественность, не знает никто. Просто у меня такое впечатление, что господин Дадон изначально сдал все стратегические интересы Республики Молдова, а в отношениях с Российской Федерацией у нас есть некоторые позиции, которые нам нужно отстаивать очень жестко. Так, как это делал когда-то в свое время Воронин, так, как это делает Лукашенко. У нас есть очень большое количество вопросов, на которые нам нужно просто, знаете, как «Знамя Кишинев». Мы не можем просто так брать и сдавать. Президент Дадон полностью и целиком сдал на откуп «Преднестровский вопрос». В этом свете, конечно, свежее заявление господина Лаврова тоже очень интересное, но об этом точно поговорим. Конечно, потому что сейчас Кишинев вообще не владеет абсолютно никакой инициативой в этой тематике. Кишинев просто следует волне событий. То же самое касается внешней политики, то же самое касается финансовой политики. Мне кажется, что президент Дадон ведет себя здесь, знаете, как наместник.